Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как я реставрировала советские стулья, сиденья которых решила сделать лоскутными. Для этого я взяла каталог тканей для занавесок. У меня он такой вот был, он валялся без дела, и я решила его все-таки израсходовать. Ткани здесь разные, есть фактурные, есть тонкие, и хочу что-нибудь составить именно из этих тканей. Надеюсь, у меня получится. Я подобрала ткани и вырезала квадраты. Квадраты у меня размером 7,5 на 7,5 сантиметров, и для моих сидушек они получаются 49 штук. Для одной сидушки мне понадобится. Эти квадраты я разложила по рядам, по порядку, как они у меня будут в каждом ряде находиться. Теперь их нужно сшить. Я сшила эти квадраты друг с другом. Припуски я разучужила в разные стороны. И, экономя свое время, я не обрезала нитку, то есть я сшила прям вот таким вот образом. Сначала сшивала, а потом разучуживала. Теперь нам нужно эти ряды сшить между собой, совмещая наши швы. Так мы делаем со всеми нашими рядами. На стыках я сколола булавками, чтобы наши швы не сместились. И теперь нам нужно проложить строчку на таком же расстоянии, как и мы шили до этого наши ряды. Я взяла лапку для петчворка с направляющей. Направляющую я направляю вдоль края нашего ряда. Во время шитья перед иголкой я убираю булавку, в избежание поломки машинной иглы. После того, как мы проложили строчку, нам нужно будет проверить наши стыки. Разворачиваем и проверяем стыки. У меня они получились очень хорошо, то есть все стыки совместились. Так мы делаем со всеми рядами. Вот такая деталь у меня получилась. Таких нужно две в данном случае, потому что у меня два стула. И теперь нам нужно эти детали с помощью лапки для потайного шва. Она имеет ограничитель по центру. Проложить декоративные строчки с двух сторон от наших швов. Вот здесь. И вот здесь на расстоянии 1-2 мм. С каждой стороны. Это нужно для того, чтобы припуски не разгибались. Так вот мы делаем на все детали. Я установила лапку с ограничителем. Можете посмотреть поближе, как она выглядит. Также мне нужно поменять позиционирование иглы. И увеличить длину стежка, так как этот стежок у меня будет декоративный. Я сделаю 4 мм. Далее я ограничитель устанавливаю на шов. И прокладываю строчку с двух сторон по всей детали. Сейчас я вам поближе покажу. Вот так у вас должно выглядеть. Так, сейчас я сфокусируюсь. Фокус направлю. И вот здесь видно, что здесь проложена строчка на расстоянии 2 мм. Эта строчка зафиксировала наш припуск, чтобы он не отгибался. Так мы делаем со всеми швами. Теперь мы переходим к нашим стульям. Вот такой у них сейчас вид я покрасила. Красила стулья вот такой краской. Она на водной основе быстро сохнет, без запаха. И очень хорошо покрывает старую краску. Также покрывала матовым лаком. Он тоже без запаха, тоже на водной основе. Мне очень понравился. А теперь перейдем к самим сидушкам. У меня вот таких 2 штуки. Идеально, конечно, было бы сделать их новыми из фанеры. Но у нас на даче ее нет. Поэтому я буду делать из тех сидушек, которые у меня есть. Сейчас мне на одной из сидушек нужно убрать старую обивку, ткань и поролон. С помощью плоскогубцев я это все убираю. И теперь нам нужно для этих деталей выкроить 2 детали из поролона. Сразу скажу, что по плотности я не знаю, какой у меня поролон. Потому что покупала его в прошлом году. И уже не помню, где и за сколько и какой плотности я его покупала. Обводим нашу сидушку маркером. Мне нужно 2 детали таких для 2 стульев. И теперь нам нужно эти детали вырезать по нашему контуру. Все детали выкроены. Теперь нам нужно их проверить. Точно ли они у нас подходят по размеру к нашей сидушке. Также я немножко пожамкала его. Проверила, насколько сильно он будет сжиматься. Теперь я беру клей ПВА. Я делаю это интуитивно. Первый раз, поэтому не судите строго. Может быть что-то неправильно делаю. Очищаю сидушку от старого поролона. Далее нам нужно тщательно размешать клей. Чтобы он полностью принял ту консистенцию, которая нужна. И этот клей нам нужно нанести кисточкой на нашу сидушку. Теперь берем нашу сидушку и деталь из синтепона. И складываем друг с другом. Также даем высохнуть, чтобы деталь приклеилась к нашей сидушке. Теперь я беру лоскутную нашу деталь для обивки. Располагаю ее по центру. И смотрю, чтобы она везде нам хватила, со всех сторон. Сворачиваю. Еще раз размещаю. Теперь нам нужно с помощью строительного степлера зафиксировать наши края к нашей сидушке. Подгибаю и слегка натягиваю ткань со всех сторон. Степлер у меня строительный. Скобы 10 мм. Ткань натягиваю и фиксирую. Так и делаю со всех сторон. На окружностях я равномерно расправляю ткань и фиксирую степлером. Так, наша сидушка готова. Нам осталось обрезать лишнее. Отрезаем, чтобы везде края были ровными. И нигде ничего не торчало. Все, наша сидушка готова. Таким образом у нас должно получиться. Осталось ее прикрепить к стулу. И вот у меня вот такие стулья получились. Пишите, как вам такая идея.